Ленинградский, тогда Свердловский, Харьковский, Одесский и Львовский. И было много коллективов, много бендов, и они все назывались, ну, сейчас, которые мы можем вспомнить, Алиса, Акварюм, ДДТ, и там еще был Форум Форвард, Пикник и тому подобное. Это все были назвы, назвы, ну, такие, по типу, они как американские, оно как американское звучало. Какие тогда были названия, ну, кого мы можем вспомнить, Алиса, Акварюм, Пикник, Форвард, ДДТ, ну, и это такие названия, да, ну, то есть вам хотелось, чтобы они как бы больше по-американски звучали. Вот, и мы захотели назватися, чтобы у нас чисто такая славянская была назва, навіть я бы сказал Барокова, и мы взяли назву від Достоевского, и назвалися Вопли від Аплясова, чтобы она была дуже славянская названа. Мы захотели, чтобы у нас было такое чисто славянское название, да, и мы выбрали, взяли свое название из Достоевского, и назвались Вопли від Аплясова. Вот, и все, все приятно, вот, в таких, ну, антигонизмах, протилежностях, холодно-гаряче, далеко-близько, вот, и мы, значит, реально, вот, мы выглядали, мы, вот, у нас такая была концепция, чтобы мы выглядали, как чувачки, такие, які вышли с Хрущевки за пивом сусіди Ларёк. Такая на антигонизме игра, да, холодная-горячая, и мы, правда, хотели, чтобы мы выглядели, как такие чувачки, которые только-только вышли за пивом из Хрущевки. Вот, и, значит, у нас была гитара Урал, Баян Восток, ну, тобто, мы выглядали, как, ну, там, того часу гопники, вот. А грали, грали интеллектуальный рок, и мы грали на той, на той момент, ну, мега-ривно-модный, у нас звук був хороший, я еще был радиотехником, у нас був крутий звук, и мы реально круто грали, а выглядали, а выглядали, и справа в том, что Америка... Я вас это не запомню, так, у нас была гитара Урал, Баян Восток, и при цьому мы грали так, что у нас был... Ну, мы поняли, мы поняли, да, 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 что ребята играли очень-очень чистый звук, и в этом помогала специализация Олега, и у них это все очень круто получалось, простите, это... Вот, и мы, и мы, ну, выглядали, как такие пришелепнутые, а рок-н-рол был интеллектуальный, на самом деле. Мы выглядели такие, как пришелепованные, прибацанные, а рок-н-рол играли круто и нормально. Интеллектуальный, да, и мы почали экспериментовать, ну, реально мы почали рок-н-рол спевать украинскую мову, до нас никто этим не занимался. Вот, и на диву рок-н-рол украинскую мову лег тоже круто, дуже круто, звучит он рок-н-рол украинской мовы классно. Мы были первые, кто начали петь рок-н-рол именно на украинском языке, до нас этого никто не делал, никто так не пел. И рок-н-рол именно на украинском языке звучит очень круто и очень классно. Вот еще, еще спрацювало, что мое поколение, мое поколение мы выросли на английский и американский музыке. Это была наша культура. Кобзона там и все мы не сприймали. Что помогало, да, что я и мое поколение ребят выросло именно на американской, на английской музыке, и это очень помогало. Потому что Кобзона и вот это вот все мы вообще не воспринимали. Потом украинская мова и украинская народная музыка, она ассоциировалась, ну, как бы, с природой, с нашим селом. И это, как бы, коренья, и там був и есть такой романтичный, ностальгийный такой момент, который тоже для музыки очень важный. Что еще важно, что украинский язык и украинская музыка, она ассоциировалась, да, так глубоко с нашей культурой, с нашим селом. И это, да, придавало особый колорит. И дальше... Шарм и романтику. Шарм и романтику. Вот. И... А картинка, картинка была, ну, тобто, хлопцы, которых мы бачим вот там скрізь на улице, поряд собой. И это, и это, и это... И вот это такой микс, он, наверное, не сподеванный, а на самом деле... Но, если бы я был супер накрученным продюсером, я бы это навмисто придумал, но мы это сделали спонтанно просто. А картинка была, как мы выглядели, она не совсем ассоциировалась с этой музыкой. И если бы сейчас я был супер крутым продюсером, прямо сейчас, то я бы это специально придумал, специально придумал такой микс, такую игру, ассоциации, как выглядело ВВ. Но на то время мы это придумали спонтанно, совершенно свободно сами. Вот и первая, ну еще такая история, когда мы начинали, вот реально мы собрались, когда был выбух на Чернобыльской станции. И я, как бы, вважаю, что наружение группы ВВ – это был чернобыльский выбух в культуре. И это был первый взрыв от конца эры Радянского Союза. И наше творчество, наша группа зародилась тогда, когда случился взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году. И я считаю, что творчество нашей группы – это тот самый взрыв, да, культурный взрыв, да, чернобыльской АЭС, да, внутри, да, культурного пространства. И он поклав кинуть эры Радянского Союза, початку кинуть эры Радянского Союза. И этот взрыв положил начало конца Советского Союза. Закат у Радянского Союза, которые продолжаются до сегодняшнего дня, в принципе, это все. Да. Зараз самая такая активная и явно фаза. И этот конец, конец Советского Союза, власти Советского Союза продолжается и сейчас. Да, и сейчас происходит самая активная… Распад. 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 Как бы вы описали Украину, ну, например, простому американцу в штате Оклахома? Мы понимаем, что до начала войны об Украине, ну, не так много слышали, а американцы, в принципе, зацикленны на своей внутренней жизни. Вот если бы встретили сегодня простого американца, который просто недалек, при этом уточнив, как вы отличаетесь от россии потому что часто путают сожалению главные главные тезисы олег главные вот двухминутых это очень важное ключевое питание потому что я езжу уже больше тридцати роков по всех краях по всех краях и я и еще украинцы они намагалися пояснити пояснити и европейцам и американцам что ну чим украина відрозняется а від росии и я думаю есть только два инструмента которые могут показать ну эту разницу это по-перше историй яка зараз нами это очень важный я бы сказал ключевой вопрос я гастролирую больше тридцати лет и я и другие музыканты и в европе в америке пытались донести а украинские музыканты пытались донести ту самую разницу между украинцами и россиянами между украиной и россией наверно два аспекта вам важных инструмента важных которые показывают это отличие это именно то что происходит сейчас это что мы украинцы играем очень классно олег есть такое горькое слово война к великому сожалению сегодня это реальность а вот какие песни а или из вашего репертуара вашей группа группы либо с народного репертуара народа или коллег наверно или может быть коллег а какие олицетворяют мужество а смелость надежду украинского народа ну песен багато их же багато и в традиции козацкой ну как бы сучасно сучасная история украины как бы мы ее так ну усведомлюваемо это ведь козацкой державы там 18 столетия и 18 столетия было дуже багато хорошее козацкий писанник он и сберегусь его ныряльно их спеваю за столом песен очень много и эта культура идет от еще с давних времен казацкой традиции и современную культуру мы сейчас воспринимаем именно через эту традицию очень много песен казацких песен дошли до наших времен и сберегаются еще с 17 столетия 18 и есть хорошие песни хорошие песни яким 100 роков они на початку 20 столетия спевалися это когда мы мали независимую республику не много правды украинскую и яка была потом все же таки она она пала ця республика и багато песен и та песня яка прозвучала ну по всему свиту червона калина вона як раз того периоду и есть есть много песен песен которые создавались в начале двадцатого века вот тот короткий тот короткий период независимости украины который был был тогда кто в тот момент сожалению короткий период и одна из самых самых известных песен того времени которая звучит и сейчас и который узнал весь мир это червона калина вот и на сегодняшний день пишется багато песенях но артисты но это такие удивительные чудные люди за впечатление что они что-то чувствуют да заранее и например я еще в 80-х годах начал писать да подобную музыку военную музыку и у меня есть например военный блюз называется вот и и так сталося мы же там поїхали з вв когда развалився радянский союз мы поїхали у францию и в кінці потім цьего нашей каденции французской а в кінці 90-х мы повернулися в украину и мы сразу начали начали разговаривать с войсковыми оркестрами украинскими и ну и с ними выполнять народные песни с войсковыми оркестрами когда так получилось что когда распался советский союз мы с группой вв поехали во францию и после того как закончилась эта французская каденция мы мы вернулись вернулись в украину и начали сотрудничать с военными с военными оркестрами украины с военными оркестрами украин и я думаю ну я был вот свят прийшов до цей катастрофы а я не разделяю что это катастрофа украинская думаю что это святова криза тому что а мы почали втрачать ну я был ту силу и мужность яка ну я частина святого яка яка необходима и яка в письме в песнях проявляется и цель и цель и цель и героя к вона повертается и в я бы в решение политиков не только украинских а святовых политики себе начинают поводить и бишь маскулінного и и я бы так а маскулінно не андрогинно а как бы тональность являются в творчестве на украинске творчестве и в святовые скорее всего потому что ну нам нам потрібно нам потрібно 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 як бы и же и жиночесть и жиноча сторона зараз дуже багато жиночей музыки дуже хорошо жінки роблять там рок-кен-ролли тому подобное но мы почали втрачать втрачать оцю маскулінность и и и и свит почав ну як бы трещати по шлах вот и напевно это був сигнал треба повернути як бы мужность и в песню я думаю что вот эта трагедия которая происходит сейчас в украине хотя я считаю что эта трагедия не только украинского народа эта трагедия всего мира и что это также случилось потому что мы как бы утратили до свою маскулинность мы словно растеряли свою силу свою 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 волю которая отражалась в творчестве которая отражалась в культуре которая отражалась в этих песенки сейчас это политических решениях тоже и сейчас сейчас это все возвращается возвращается сила возвращается мужественность возвращаются вот эти волевые решения это проявляется и политики не только в политике украины а не только в решениях и действиях и в борьбе на украинского народа но и отражается да и политики других стран лидеров в других стран понятно что нам нужно и женская сторона но важно чтобы мужская сторона отражалась именно вот в этой силе в мужской силе в маскулинности а не вандрагинность олег а задам вопрос только вы как бы возьмите буквально секунду на обдумывание три главных украинских слова которые должны войти в американский лексикон по аналогии со словом перестройка который знают американцы да он не переводим он не переводим вот как есть такие до горбачёв перестрой да да вот это а вот три главных украинских слова которые должны войти в английский язык потому что передача то выйдет люди запишут поэтому ну может быть секунду на обдумывание и это очень важно но тут надо было закорбовывать уже в память американцев и ищих как бы машинцы у нас звук пропала связь да вот на словах всегда чего-нибудь происходит а маш мы сейчас уйдем на рекламную паузу и пока будет восстанавливаться мы вернемся оставайтесь с нами народная реклама на народной волне ему доверяют самые сложные дела адвокат михаил керн знаток законов с богатой практикой адвокат михаил керн иммиграционное законодательство воссоединение семьи постоянное жительство и гражданство адвокат михаил керн защита от депортации и представление клиентов в иммиграционном суде успешные апелляции адвокат михаил керн защита клиентов перед налоговыми службами снижение налоговой задолженности адвокат михаил керн семейное законодательство Михаил Керн. Адвокат, заслуживающий доверия. Телефон офиса 847-808-04-00. 847-808-04-00. Если встал вопрос кузовного ремонта, Или вам помял кто-то бог, не беда. Случай страховой и вам с этим помогут. Лейк Лафаутопади вам рады всегда. Приезжайте в Лейк Лафаутопади. Лейк Лафаутопади, привозите свой автомобиль. Отрихтуем кузов и покрасим. Будет даже лучше, чем он был. Автомастерская Лейк Блав Аутобади. Ремонт кузова. Покраска качественная и с пожизненной гарантией. Работаем со всеми страховыми компаниями. 847-615-6500. Сломалась подсудомоечная машина? Или ваш холодильник не морозит? Ну или сушильная машина не сушит? Не спешите покупать новое. Позвоните. 847-327-9092. Опытные мастера Advanced Supply and Repair все отремонтируют с гарантией. И кроме того, что это по деньгам выгоднее, так еще ваша техника прослужит вам очень долго. 847-327-9092. О, привет! Не узнал. А ты почему в маске? Пандемия же уже закончилась. Пандемия-то прошла, а вот прыщи нет. Вот маской прикрываю. А ты Эвиклир Лейзер пробовала? Эвиклир Лейзер? Это что-то новое. Новое и очень эффективное. Проверено. От окны реально избавишься. И маску можно не носить. Современное лечение угревой сыпи для любого типа кожи это Эвиклир Лейзер. Абсолютно безболезненная процедура, без применения рецептурных лекарств. Вы увидите улучшение вашей кожи уже после первого сеанса. Новейшая лазерная технология для красоты и здоровья вашей кожи в Кордиал Медикал СПА в Манделайн. Звоните, чтобы узнать больше и записаться на процедуру. 847-990-0510. Акне не повод носить маску. Это повод позвонить в Кордиал Медикал СПА. 847-990-0510. Дом принадлежит умному человеку с хорошим вкусом, который знает счет деньгам. Как я догадался, это элементарно. Посмотрите на кухню или на полы, или на кварцевую столешницу. Хозяин, клиент компании Элит Китчен Энд Бесс. Наша плитка, кухни, полы смотрятся иначе. Шоурум Элит Китчен Энд Бесс. 206-02. Норс Милуоки Эвеню. В Дирфилд. 847-777-1575. Большой выбор по доступным ценам. Кухни и плитка. Полы всех видов. Плинтуса и наличники. Кабинеты для ванных комнат. Жалюзи всех видов и расцветок. Кварцевые столешницы. Здесь же вы сможете заказать все виды ремонтных и строительных работ. 847-777-1575. Ветеринарная клиника Вайланд Лейк. Здесь травматология, стоматология, дерматология и многое другое. С нами ваши четвероногие или пернатые будут в полном порядке. В ветеринарной клинике доктора Максима Илюхина проведут диагностику, лечение, плановые прививки, хирургические операции любой степени сложности. Главное, не занимайтесь самолечением. Любая, даже самая пустяковая, на ваш взгляд, проблема, может оказаться серьезным заболеванием. Если что-то вас насторожило в поведении или внешнем виде вашего питомца, звоните. 847-526-5363. Этот номер должен быть у вас всегда под рукой. 526-5363. Повод, чтобы сделать подарок. Можно найти всегда. И поводов действительно очень много. Вот и сейчас приближается новый учебный год. В ювелирном салоне Димода собрана коллекция подарков, которые подойдут для этого момента. Кроме того, покупая золотое украшение, серебряное вы получите в подарок. Купите золотые серьги и получайте серебряные в подарок. При покупке золотой цепочки серебряное в подарок. Обязательно сделайте приятный сюрприз своей любимой. Купите золотое кольцо с бриллиантом и получите в подарок красивое серебряное. Сделайте это доброй традицией. Дарить драгоценные подарки к новому учебному году. А ювелирный салон Димода поддержит вас бетом. Приходите сегодня. 337 из Дандироуд в Виллинге. Телефон 847-459-59-15. Вы услышали эту рекламу? Значит, услышали и другие. Размещайте рекламу на Народной волне. 847-480-0023. Мы возвращаемся в программу «Политинформание». Радиостанция «Народная волна» Чикаго. Ее ведущий Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. Сегодня в эфире нашей программы легендарный рок-музыкант, легендарный украинский рок-музыкант, украинской рок-группы Вопли Ведоплясова Олег Скрипка. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, все, кто нас слушает сейчас на нашем канале, о том, что 31 августа в 7 часов вечера в помещении Рапсоди Тетер состоится концерт Олега Скрипки, он заслуженный артист Украины и американских рок-групп. Приходите, это надо видеть, это надо слышать, не пожалеете. Олег, вы с нами? Да, я тут. Я без вам. Олег, я жалую, вы же мне поставила задачу, я думаю. Я, Олег, прежде чем вы подумаете, у вас еще есть буквально пару секунд. Я повторю, просто для наших радиослушателей, которые, может быть, сейчас подключились к нашему вещанию, к нашей волне. Вопрос в том, каких три главных украинских слова, которые должны войти в американский английский лексикон, по аналогии со словом «перестройка» Горбачев, ну, в таком стиле. Все, я дал вам время. Так, ну, я, уже в мене, ну, у украинцев є бонус, коли я пересекаю кордон, будь-який кордон, никого не треба вже навчати, всі знаю славу Україні. И героям слава, всі знають. Це вже, це вже потужніше, ніж перестройка. А, ну, да, ну, какой-то, вот... А, не, так я продавцяю, це поза, це поза, це поза, це поза. Там, це вже бонус, це бонус. Ну, базове слово, щоб всі знали, борщ. Борщ. Я записываю. Це необхідно. Навіть, навіть в шталі Техас. Вони муслять знати, що таке борщ. От, тобто, барбекю, це класно, але борщ, друзі, будь-які. Маш, борщ переводить не надо. Я так понимаю, що слава Україні, то вже не надо переводити. Нет, то, 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 то поза конкурсом, поза конкурсом. Потім друга, друзі, ну, ну, я можу мріти, Треба знати, что такое баян. Баян. И чтобы понять, что такое украинский рок-н-ролл, я бы сел и сказал, «Эй, бро, ты знаешь кантри? Ты знаешь кантри? А кантри плюс баян будет украинский рок-н-ролл». Второе слово после слова «борщ». Хотелось, чтобы все знали, что такое баян. И если ты заходишь в клуб, чтобы я мог зайти в клуб и сказать, «Вот, друг, ты знаешь, что такое кантри? Если ты знаешь, что такое кантри, кантри плюс баян — это и есть украинский рок-н-ролл». И третье слово, я думаю, очень быстро все будут знать, потому что сегодня я познакомился с американскими музыкантами, или в ресторане нас обслуговывают американский официант, и он говорит спасибо. И они там, ну, Украина, Россия — это то же самое. Мы им говорим, что по-украински «thank you» будет «дякую». И треба, чтобы слово «дякую». И мы с великой вдячностью приехали до Америки сказать это слово «дякую», «thank you», потому что Америка нам очень много помогает, нам много людей, и вы нам помогаете. И это слово «дякую», оно также должно быть… Мы же знаем «данкишон», «регато» мы знаем, «мерси» мы знаем. Вот и слово «дякую», оно заслуговывает на то, чтобы я узнала. Спасибо. Спасибо, пан Олег. Спасибо. Переводить? Я думаю, что да, мы все все поняли. Спасибо, Маша. Спасибо, Ваша. Выгласка. Значит, следующий вопрос, который должен быть важным. На днях Папа Римский обращался в Москве к русским студентам, там был католический какой-то десятый всероссийская встреча, и это важно. Во многом он сказал, что они должны следовать традициям Петра, Екатерины, это в общем. Но процитирую последнюю строчку. Вы потомки Великой России, матушки, идите вперед с этим. Олег, чтобы вы ответили Папе Римскому, ну, на такой, не совсем, как бы, мне кажется, тактичный слово. Корректный. Корректный, да. Вот чтобы вы ему ответили на вот этот, на эти слова. Я, когда читал Библию, я был подлитком, там очень много метафор, каких-то насказаний, Евангелие, оно наполнено притчами. Вот это, напевно, какая-то тоже притча. Для этого нужны теологи, чтобы они пояснили. Я не теолог. Когда я был подростком, и тогда я читал Библию, и она вся усеяна метафорами, да, какими-то притчами, Евангелие, да, состоит из притчи. И, наверное, для ответа Папе Римскому тоже нужна какая-то притча. Ну, пусть этим занимаются теологи, я не теолог. Олег, в прошлый вторник у нас в эфире была замечательная актриса Оксана Мысина, которая всей душой, всем сердцем поддерживает украинский народ. Для нее это огромнейшая боль. То, что происходит, то, как Россия напала на Украину, это для нее тяжелый, очень тяжелый момент. Вместе с тем, мы задали вопрос, является ли талант индульгенцией от подлости? Естественно, она сказала, что нет. А вот как вы скажете, является ли талант, можно ли человеку талантливу простить подлость? То, что сегодня многие, прямо скажем, талантливые люди делают в России? Ну, это как еда, она может хорошо выглядеть и не очень вкусить. Это две независимые качества, талант и порядка. Ну, это как еда, знаете, она может очень хорошо выглядеть и быть абсолютно невкусной или безвкусной. Так и здесь это два противоположных качества. Независимых. Два независимых качества талант и подлости. Я не помню. По-моему, это Иисус сказал, что осудить не нужно. Кожна людина поступает по своей совести. И мы на сегодняшний день, тем паче, в информационном потоке, политологи, они осудят одних людей, одних людей осудят и тому подобное. И это не по-христиански, честно говоря. Я не помню. По-моему, это Иисус сказал, что не нужно осуждать. И действительно осуждать не нужно. Сейчас очень много этого осуждения в информационном потоке. И политологи, и другие люди осуждают друг друга. Но, скорее всего, не нужно этого делать. Не нужно осуждения. Пусть каждый человек выбирает по совести, поступает по совести и выбирает для себя сам. И сама Украина сегодня выбирает свой простир совести и свою безопасность. И сама Украина сейчас, на сегодняшний день, отвоевывает свое право, свое пространство совести и свое пространство для безопасности. Олег, как вы думаете, почему культура не смогла изменить российский код, Россию, сделав ее как-то лучше? А вы выступали, я думаю, в России на многих площадках. Вот Украину смогла. Это чувствуется видно. А почему все-таки соседнюю, ну, я не употребляю больше слова, дружественную, родную, братскую. Я просто эти слова больше не употребляю по отношению к России. Почему все-таки Россию не смогла изменить культура, как и музыкальная, так и театральная, как угодно? Общественная. Общественная, да. Ну, я бы тут так Украину сильно не реабилитував. Ну, я бы так сильно здесь Украину не реабилитировал. Если бы в Украине действительно было все в порядке с культурой, то мы бы сейчас не находились в зоне войны. Мы бы сейчас находились где-то в зоне НАТО, ну, как бы другой, более безопасной зоны. Вот. И вот как делают на тюремной зоне, на тюремной зоне, и, тобто, з'является, ну, новак, новая людина, меж там, ну, в камере, наприклад, и сокамерника его сразу опускают. А опускают – это означает, что человеку избавить гидности и избавить внутренней культуры. Ну, вот смотрите, как делают, да, в тюрьме, на зоне, да, в тюремной зоне, когда появляется новичок в камере, да, другие сокамерники, которые сидят дольше, они опускают этого человека. А что такое опустить? Опустить – это унизить человека, унизить его достоинства и унизить его внутреннюю культуру. И это брутальное изнасилование и случилось с российским обществом. И частично с украинским. И частично с украинским. Олег, а легко ли сегодня выступать на площадках? Я повернусь до позитивных эмоций, дякую за хорошее вопрос, потому что за кордоном для диаспори всегда легко выступать. Я повернусь к позитивным эмоциям, спасибо вам за вопрос. И, ну, за границей для диаспори, для украинской диаспори всегда очень хорошо и комфортно выступать. Потому что позитивные эмоции диаспори, люди, которые за кордоном находятся, это легкая добыча для артиста. Потому что люди ностальгуют, им даже украинское слово, им украинская песня, им очень ценная, дорогая. И это их, все равно, все равно у людей есть боль за родный дом, это туго, есть. И мой концерт, он пригамовывает этот боль. И мне это сотни раз сказали, что мы, видимо, дома побывали. И первый раз мы посмехнулись, и, как будто мы... И, наконец, нас попустило, и мы же можем завтра снова идти на работу, и можем... Ну, снова у нас есть силы, и очень вам спасибо. Потому что люди, которые живут за границей, они все равно скучают, у них есть ностальгия, и для... И они испытывают сильную боль, да, по своей стране, по своей родине, по Украине. И для них украинское слово, украинская песня, украинское тепло, вот эта вся атмосфера, она дает им позитивные эмоции, вдохновение, и как бы снижает, да, снижает эту боль, снижает эту скорбь, эти тяжелые чувства, и люди говорят о том, что спасибо вам, я как будто бы побывала или побывала дома, напитался этой энергией, и с этой энергией пойду завтра на работу. Олег, какие главные песни певца Олега Скрипки и группы Вопли Видоплясова надо сказать в первую очередь, по аналогии, например, с Beatles Yesterday или Michelle, да, когда мы говорим Beatles, ну, практически главная песня Yesterday, такая ностальгическая. А какие песни вы бы сказали, вот если хотите меня знать, вот послушайте вот этих несколько песен. Вот, например, завтра я американцу говорю, вот послушайте этого парня, что главное я должен предоставить? Ну, для меня, как для рокера, десь там в 90-х годах произошла такая трагедия, потому что мы выросли, действительно, на Beatles, на Queen, на The Zeppelin, на Deep Apple, на Назард. Когда выходил альбом, мы знали не одну-двю песни, а мы знали весь альбом, мы слушали весь альбом, мы знали все альбомы, все песни Beatles, они на слуху, все песни Queen, они на слуху. И мне не так повезло, только не большая количество украинцев знают, ну, большую количество моих песенков, у меня их очень много. Вот, и для меня это больно еще сказать, вы слушаете эту песню, эту песню. И, безумовно, все украинцы знают мою песню «Весна», возможно, знают песню «Танцы», которые, возможно, знают песню «Краина мрій», еще меньше, возможно, что они знают, может, еще пару песенков. Просто хай не брать Олег Скрипка, шукают песни, их слушают, и каждый для себя, для себя, потому что мы находимся в таком цифровом диктате, нам цифра YouTube подтягивает песню, нам навязывает, что мы должны слушать, и он уменьшает нашу самостоятельность. Слушайте больше песен, и выбирайте для себя, дорогие американцы или носцы. Спасибо. В 90-х годах для меня, как для рокера, произошла определенная трагедия, потому что мы, когда были молодыми, когда мы слушали американские группы, когда мы слушали Beatles, когда мы слушали Deep Purple, когда мы слушали Nazareth, Queen, мы знали полностью все альбомы, мы знали досконально все-все-все их песни. А на сегодняшний момент я не уверен, что многие, даже украинцы, знают полностью досконально все мое творчество, все мои песни, и, скорее всего, знают мою песню «Весна», скорее всего, знают мою песню «Танцы», чуть меньше людей знают про Инамрии, ну, еще-еще меньше людей могут там перечислить, да, полностью всю мою творчество. Песен у меня очень много. Поэтому, ну что, вводите в Google имя Олег Стрипко и находите там для себя песни, потому что сейчас мы живем в мире цифрового диктата, и мир интернета, мир цифры навязывает нам, творчество навязывает нам песни, поэтому ищите для себя и слушайте как можно больше хороших разных песен. Хочу сказать, напомнить нашим радиослушателям, что 31 августа, 7 часов вечера, в помещении «Рапсудити» состоится концерт легендарного украинского рокера, заслуженного артиста Украины Олега Скрипки, человек, который является лицом, фронтменом также легендарной, также культовой украинской группы «Вопли Ведоплясова». Так что идите, смотрите, слушайте и получайте удовольствие от этой замечательной музыки. Сегодня это важно. Сегодня это очень важно. Олег, можно ли сказать, что Олег Скрипка свободный человек? Так, так. Это, вот, дякую, это же ключевое питание. Я его сам собі ставлю. Чи я можу самостійно робити выбер, навіть знаходи, знаходясь в таких умовах, там, цифрового диктату, чи якогось там політичного диктату, чи навіть ситуации войны. Ми не завжди можемо зробити вибір, що ми можем діяти, але ми можем завжди робити вибір, як ми реагуємо на якісь речі, на слова інших людей, на дії. І просто треба сіяти більше добра, добра в серці і навколо себе. І для мене це і є заключається в цьому свобода. Дякую. Дякую. Дякую за ще один ключевой важний вопрос. Я сам себе задаю подобного типу вопроса. Могу ли я себе позволить в мире цифрового диктата, политического диктата, і даже, знаходясь в ситуации войны, робити вибір вибір. І да, іноді ми не можемо вибірати, як робити і що робити, але ми можемо вибірати, як нам і на що реагувати. І я считаю, що важно сеять вокруг себе як можна більше добра, робити як можна більше добрих речей. І... І цей буде нашу нашу выбір свобода. Да, і це буде... Именно це буде нашим свободним выбором і выбором наші свободи. Олег, у нас время подходит к концу, і вот вопрос, который мне важен в якому-то смыслі. На прошлій неделе Дмитро Гордон сделал передачу с российськими пленними. Вопрос вот в чём. Якщо ви увидели российського пленного солдата, що би ви йому сказали? І второй вопрос. Що будете делать в 6 часів вечера после войны? Ми задаємо этот вопрос всім нашим українським друзьям, всім с ким ми беседуємо, тому що ми надаємося, що мир скоро прийдет на українську землю. Ми веримо. Ми в це веримо. І це дуже важливо. Так. І, кстати, що ви п'єте за победу українського народу? Ну, що п'ете, просто скажите нам. В 6 годині вечора я вечерюю завжди. У мене такий режим харчування. Після 6 я не їм. Я буду вечеряти в 6 точно. Я буду в 6 вечеряти. П'ю я дуже мало. От. Але в мене моє є авторське вино. Крайна мрій. І в мене є класне червоне вино. Пінануар. От я його обов'язково вип'ю. Я обов'язково келих за перемогу. Я хильну задоволенню з моїми близькими друзями. Ну, і в першу чергу зі своєю родиною. Моєю дружиною Наталкою. З моїм сином Романом. Він вже здоровий. Можна пити. А дітям дам компот. В 6 вечера после войны. Ну, обычно я в 6 вечера ужинаю. У меня такой режим. А я его придерживаюсь. После 6 я не їм. Поэтому, скорее всего, я буду ужинать в это время. И я не пью много алкоголя. П'ю хорошее вино. И у меня є своє авторське вино. Назвається Україна Мрій. Страна Мечт. Страна Мечт. И, скорее всего, я выпью одно из... Из коллекции этих вин. Оно называется... Пиненуар. 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 И я подьму бокал этого вина. Разделю его. Разделю этот ужин со своими близкими друзьями. И, конечно же, со своей семьей, со своей женой Натальей, со своим старшим сыном, взрослым сыном Романом. Он уже большой взрослый. Ему можно пить. А детям налью компотом. А что скажете все-таки военнопленным российским? Я ничего им не скажу. Я просто, ну, реально поспівчуваю им. И причем двичі. Двичі поспівчуваю. По-перше, что они были обмануты. И, ну, что они опинились на фронте. А, по-друге, я им поспівчуваю, что, безумно, они получили великое и великое разочарование. И понимание, что они очень сильно помилялись. Вот. А говорить не мало про что. Ну, что там можно говорить. Не буду я ничего говорить просто. Ну, а сердцем поспівчуваю, действительно. И, ну, но каждому своя доля. Кожен мусить, ну, пройти свой шлях. И, ну, видно, что колесо сансара для них закрутилось таким чином, чтобы они потрапили в такую ситуацию. Что касается российских военнопленных, ну, ничего я им не буду говорить. Просто поспочувствую. Ну, вдвойне поспочувствую. Потому что, во-первых, они, с одной стороны, они оказались обманутыми. Да, и оказались на войне. А с другой стороны, ну, скорее всего, их постигло или постигнет огромное разочарование. Разочарование, да, и в содеянном, да, и в той ситуации, в которой они оказались. Но говорить им ничего не буду, потому что это бесполезно, не имеет смысла с ними разговаривать. Просто поспочувствую от сердца, да, той ситуации, в которой они оказались. Но, скорее всего, это их путь, это их выбор. Что ж поделаешь, колесо сансары в их случае закрутилось именно таким образом. В конце передачи хочу напомнить, что 31 августа, 7 часов вечера, в помещении Рапсоди Театр состоится концерт легендарного рок-музыканта украинского, заслуженного артиста Украины Олега Скрипки. Он же является фронтменом замечательной легендарной рок-группы украинской «Вопли Ведоплясова». Приходите, смотрите, слушайте, вам очень понравится. Олег, огромное спасибо вам за это интервью, что вы нашли время в своем расписании. И мы желаем удачи в вашем лице, победу украинскому народу, солнце, небо, чтобы дети были счастливы, чтобы женщины радовали жизни. Маша, огромное спасибо за участие в нашей передаче, мы тебе очень благодарны. Слава Украине! Слава Украине! Борщ, Баям и Дякую! Спасибо большое! Всего вам хорошего! Дякую! Дякую, Хур. Харного вечера! Харного вечера! Дякую, Хур. Продолжение следует...